Многие жители нашего города радовались дождю после длительного летнего засушья, но это точно не жители дома по улице Советская-2. Прошедший 8 августа дождь затопил квартиры жителей пятого этажа в первом подъезде. Как рассказала нам Марина Семенова, им чудом удалось избежать потопления всего дома. Идет капитальный ремонт крыши на Советской-2-19. Вот так стала выглядеть наша квартира. Как начали делать капитальный ремонт крыши. В результате капитального ремонта жильцы остались в прямом смысле слова без крыши над головой. Самое парадоксальное в том, что сотрудники управляющей компании даже на следующее утро не поспешили посетить пострадавший от потопа дом. Хоть какого-то результата удалось достичь с помощью навязчивых звонков начальству, говорит жительница дома. В Семенове-2 у нас начали делать капитальный ремонт крыши. И вот такое вот у нас сегодня ночью произошло. Что они крышу разобрали, ребята молодые, крышу разобрали, ничем не застелили, ни времянка ничем не застелили и ушли. Но отнеслись ко всему халатно. Это я считаю, они должны были все это времянка застелить, все. Они видели погода портится, они ничего не сделали. Акт, которым полностью описано состояние квартиры составлено, остается только ждать. Но дело в том, что конкретные сроки до сих пор не установлены. И хозяйка квартиры не знает, чего ждать и сколько времени уйдет на полное восстановление крыши. Помимо капитального ремонта, жители дома рассчитывают, что управляющая компания возместит им ущерб для того, чтобы они могли восстановить потолки в своих квартирах. О сроках решения неприятного вопроса мы решили уточнить, позвонив саму управляющую компанию. И вот что нам ответили. У вас капремонт, что ли? У нас там начался капитальный ремонт, но дело в том, что застелить... А ну вы заявление писали, приходили? Да. Сюда? А ну, значит, дело пойдет. Дальше я вам ничего не сказать не могу. А сколько примерно нужно ждать? Просто дома сырость, обои висят на потолке, так жить невозможно. Я не могу сказать. Акт должны написать, а потом, наверное, капремонт. Ага. Спасибо. Ну, в общем, так быстро все не делается, но делают. Вчера вот выходили, обследовали, говорят. Ну, а сколько примет нас ждут в таких случаях? Месяц, два, три, полгода? Ну, вот акт должен составить в течение 20 дней. Акт составится в течение 20 дней, потом, я так понимаю, что в капремонт, да, ведь все это отводится? Фонд капремонта туда отвезут. Как мы понимаем, сроки решения проблемы отнюдь не самые короткие, поэтому жители следят за метеопрогнозами и запасаются новыми ведрами и тазами. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Ново-Чебоксарска. Собина Вишневан helики��. Собина Ваши вода.